Где я? А на завтра воскресенье! Народные гуляния охватили весь Самарский район. Для Галины Федоровны Макаренко Масленица – любимый праздник. На проводы зимы специально нарядилась пестрый платок и прекрасное настроение. Праздник вот этой Масленицы, ну вообще, посмотрите, сколько много народу, сколько, какие прекрасные лица. Вот наблюдать за всеми, ну одно удовольствие только. А погода какая! С таким размахом Масленицу в Самарском районе отмечают всегда. Показательные выступления, народные забавы, горячий чай с исконно русскими угощениями – все для того, чтобы жители вдоволь насладились последними зимними деньками и встретили долгожданную весну. Юлия Кузнецова предлагает самарцам полакомиться пряникам. Уверена, за такие коврижки гости готовы на многое. Традиционный русский пряник медовый называется коврижка. Это мягкие пряники. Раньше их пекли будами и продавали на вес. Мы сейчас печем их кусочками, продаем. Они промазаны внутри яблочным повидлом. Но не все угощения можно получить так вот запросто. За некоторые приходится побороться. Роман Сульдин быстрее соперника развернул маленькую конфетку в толстых рукавицах. Мы поддерживаем Илья! Масленица вообще чувствуется. Погода как у Пушкина. Мороз и солнце – день чудесный. Весна чувствуется. Хорошее мероприятие вообще, отлично. Масленичные гуляния – радость не только для гостей праздника, но и для артистов. Говорят, развлекать народ со сцены – огромное удовольствие. Уверены, если звать весну всем миром, она придет скорее. Радуемся вместе с народом всему этому празднику. Закликаем весну и думаем, что она придет уже очень быстро. Уж так мы ее закликаем, так мы ее ждем. Так устали мы немножко от зимних холодов. Масленица Кривошейка, погостюй у нас хорошенько. Уж ты, Масленица годовая, наша гостишка дорогая. Масленица уйдет, прилетят жаворонки. В очередной народный праздник, в начале марта, горожане напекут печенье в виде птицы солнца, в знак весеннего равноденствия. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Продолжение следует...